Здравствуйте! В эфире новый выпуск передачи «Дежурная часть». Тема сегодня – изменения в миграционном законодательстве, которые произошли в этом году. Своим опытом и знаниями поделится инспектор по особым поручениям отдела по вопросам трудовой миграции, управления по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю Анна Попова. Здравствуйте, Александра! Анна Владимировна, здравствуйте! Скажите, сколько сейчас на учете у нас в Камчатском крае состоит иностранных граждан? На сегодняшний день на миграционном учете в Камчатском крае состоит порядка 15,5 тысяч иностранных граждан. Большую часть из них, порядка 52%, составляют граждане Республики Узбекистан. Треть – это граждане Кыргызской республики, то есть основная доля иностранных граждан приходится на граждан Республики Узбекистан. Какая часть из них осуществляет трудовую деятельность? Более половины, это где-то 8200 иностранных граждан осуществляют трудовую деятельность. Порядка 120 иностранных граждан, прибывших в визовом режиме, осуществляют трудовую деятельность на основании выданных разрешений на работу. И оставшаяся часть половины иностранных граждан – это граждане, трудящиеся государств, членов Евразийского экономического союза. То есть это граждане Республики Армения, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана. Если иностранный гражданин проходит обучение в госучреждении, какой для него порядок получения, ну пакет документов какой? С нового года, то есть с января 2023 года указанная категория граждан, то есть обучающихся, получающих образование, имеют право получить разрешение на временное проживание в целях образования. То есть этой указанной категории с нового года не потребуется оформление патента или разрешение на работу для осуществления трудовой деятельности. Основным условием является то, что иностранный гражданин должен обучаться по очной форме. И то есть он сможет себе оформить разрешение на временное проживание и совмещать свое обучение с трудовой деятельностью. Тут стоит обратить внимание работодателей на то, что в случае заключения трудового договора с данным иностранным гражданином, либо гражданско-правового договора, срок этого договора будет исчисляться сроком обучения. То есть в случае, если такой иностранный гражданин досрочно по каким-либо причинам прекращает обучение, соответственно трудовой договор прекращает срок своего действия одновременно с прекращением обучения. Если человек приехал на территорию Российской Федерации, допустим, с целью обучения, получил разрешение, а потом решил трудоустроиться, нужно ли ему покинуть пределы Российской Федерации и получить пакет документов заново? Или как это вообще происходит, когда меняется цель пребывания? То есть с 14 июля у нас внесены изменения в действующий федеральный закон. Эти изменения теперь позволяют указанной категории иностранных граждан поменять цель своего визита в Российскую Федерацию, не покидая пределов Российской Федерации. То есть если иностранный гражданин прибыл с целью лечения, с гостевой, с частной, в общем с любой иной целью не работа, он вправе получить патент и осуществлять трудовую деятельность, не выезжая за пределы Российской Федерации, как было ранее. То есть порядок для такой категории таков. Иностранный гражданин обращается за патентом, при этом предоставлять какие-то дополнительные документы не требуется. Просто на заявлении, форма заявления о выдаче патента в левом нижнем углу иностранный гражданин собственноручно будет просить заявлять о том, чтобы ему изменили цель визита. И там уже технические наши моменты, мы принимаем иностранного гражданина с иной целью въезда и разрешаем ему работать. Что касается граждан, трудящихся членов государств Евразийского экономического союза, которые осуществляют трудовую деятельность без разрешительных документов, то есть заключение трудового договора у такой категории автоматически считается у них цель въезда работа. То есть этой категории иностранных граждан вообще ничего не нужно делать. То есть цель у них автоматически, если они трудящиеся, цель работа у них считается цель въезда работа. Как с детьми несовершеннолетними, родители которых осуществляют трудовую деятельность по патенту, как у них продлевается пребывание у нас? Касаемо несовершеннолетних детей, трудящихся иностранных граждан, также это новшество у нас в законодательстве с 14 июля. Теперь срок пребывания несовершеннолетних детей, родители которых осуществляют трудовую деятельность на основании выданного патента, могут продлевать срок пребывания своим детям на основании своего выданного патента. Таким образом, для того, чтобы продлить срок пребывания детям, заявитель вправе обратиться к нам с заявлением с действующим своим патентом, также с документами, подтверждающими уплату налога за этот патент, обратиться к нам с заявлением, и то есть дети будут продлевать несовершеннолетний миграционный учет на срок действия выданного патента родителей. А для какой категории граждан предусмотрен упрощенный порядок получения вида на жительство? Да, также законодатель предусмотрел для определенной категории иностранных граждан упрощенную процедуру вида на жительство. Это касается граждан Луганской народной республики, Донецкой, Украины, граждан Республики Казахстан и Республики Молдова. Впредь, также с 14 июля указанные граждане вправе обратиться в упрощенном порядке получить сразу вид на жительство, минуя процедуру получения разрешения на временное проживание. То есть теперь этим гражданам не нужно для того, чтобы получить вид на жительство, не нужно прежде оформлять разрешение на временное проживание. Всех приглашаем за видом на жительство, указанную категорию иностранных граждан в упрощенном порядке. Для кого? Есть ли какие-то запреты для осуществления трудовой деятельности на территории именно нашего края? На территории нашего края есть определенный запрет. Запрет на привлечение трудовой деятельности иностранных граждан касается только тех, которые осуществляют трудовую деятельность по патенту. Существует постановление губернатора Камчатского края, в котором предусмотрены запреты на осуществление трудовой деятельности указанной категории иностранных граждан. Этот запрет будет пролонгирован и на следующий год. То есть там определенные категории, виды экономической деятельности перечислено, в которых не могут иностранные граждане осуществлять трудовую деятельность на основании патента. Например? Это охота, это в основном библиотеки, это производство в основном. То есть производство пива, детского питания. То есть иностранные граждане по патентам не могут там осуществлять трудовую деятельность. Но опять же есть исключения. То есть иностранный гражданин, например, на производство пива может быть привлечен в качестве подсобного рабочего, но не на другую специальность. То есть рекомендуем работодателям изучить это постановление губернатора и не допускать. Как работодатель может уведомить органы ОМВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином, либо прекращении? Порядок уведомления о заключении, либо о прекращении трудовых отношений для работодателей установлен действующим приказом ОМВД России. В этом порядке также предусмотрены определенные формы установленного образца. То есть работодатели, принимающие либо увольняющие иностранных граждан, обязаны уведомить в трехдневный срок, причем три рабочих дня предусмотрено для того, чтобы уведомить территориальный орган, то есть в данном случае управление по вопросам миграции. Данные уведомления могут быть представлены на бумажном носителе работодателем, либо же его доверенным лицом, непосредственно в подразделение по вопросам трудовой миграции, располагающуюся по адресу Максутова, 42. Также эти уведомления могут быть направлены посредством почты, то есть почтовым направлением с описью вложения, но также срок, не превышающий три рабочих дня. Кроме того, у нас еще это не очень популярно среди работодателей, но у нас предусмотрена возможность подачи таких уведомлений с использованием интернета через единый портал государственных услуг. Это облегчает работу и нам, и, естественно, сокращает время работодателю, не нужно никуда ходить, ехать. Просто форма заполняется? Да, заполняется форма при наличии электронной, соответственно, подписи. Если у человека есть возможность, то через единый портал государственных услуг мы всех призываем пользоваться данной услугой. Это очень удобно, сокращает время в первую очередь работодателю. К сожалению, случаи нарушения миграционного законодательства допускаются работодателями, сроки нарушаются, нарушается форма подачи уведомления, которая строго регламентирована приказом действующим. Поэтому призываем работодателей внимательно следить за иностранными гражданами, которые у них осуществляют, дабы не нарушать действующего законодательства ввиду того, что за это предусмотрены большие штрафные санкции. Анна Владимировна, а если иностранный гражданин осуществляет свою деятельность без патента, без разрешительных документов, какая ответственность предусмотрена для него? К сожалению, встречаются и такие иностранные граждане, которые в силу каких-либо обстоятельств умышленно это делают. Есть же иностранные граждане, которые несвоевременно оплатили патент, будучи невнимательными, несвоевременно произвели налог, и патент прекратил автоматически свое действие. Иностранные граждане не имеют права осуществлять трудовую деятельность без разрешительных документов. В отношении такой категории также административным кодексом предусмотрен штраф с последующим выдворением за пределы территории Российской Федерации. Подытожим наш выпуск. Мы поговорили об изменениях, но мы не сказали, как было раньше. То есть ваше личное мнение, как специалиста, законодательство сейчас направлено на то, чтобы упростить работу, привлечь иностранных граждан, или ужесточить, или навести порядок, или все вместе. Ну, безусловно, законодательство у нас для части категории иностранных граждан, для определенных категорий, естественно, это им облегчит гораздо осуществление трудовой деятельности. Если раньше иностранный гражданин не мог ни при каких обстоятельствах осуществлять, работать, образно говоря, с иной целью въезда, нежели чем работа, ему приходилось выезжать за пределы территории Российской Федерации, для того, чтобы въехать с нужной целью. Сейчас...